Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале Первый Тульский программа «Особое мнение». Я Сергей Савицкий. Задержка зарплаты и незаключение трудовых договоров с работниками будет дорого обхватиться работодателям. У нас в гостях министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. Здравствуйте, Андрей Владимирович! Добрый день! Насколько серьезны эти изменения, которые произошли у нас с 3 октября? Да, действительно, внесены изменения в Трудовой кодекс. Они вступили в силу с 3 октября текущего года. Сказать, что они очень существенные, я не могу, но, тем не менее, они изменили порядок выплаты заработной платы. Я думаю, что большинство работников эти изменения не коснутся. В то же время это коснется, наверное, недобросовестных работодателей, которые зачастую искусственно, путем заключения коллективных трудовых договоров, нося в них определенные сроки выплаты заработной платы, затягивали период выплаты за тот период, который уже прошел. То есть, иногда у нас в организациях встречалась ситуация, когда за июль месяц зарплата выплачивается либо в конце августа, либо вообще в сентябре с фактической задержкой 2 месяца. Теперь трудовой кодекс четко говорит, что заработная плата выплачивается, как ранее, 2 раза в месяц, но не позднее 15 дней с момента начисления заработной платы. То есть, с этого периода, за тот период, за который она начислена, должно пройти не более 15 дней до момента ее выплаты. То есть, здесь теперь четкий срок для того, чтобы можно было отследить правомерность, соответственно, выплат заработной платы. Изменения также с отпускными начислениями, там тоже, и при увольнении. Да, и здесь тоже коснулось изменений. Это прежде всего тех случаев, когда не выплачена либо, соответственно, заработная плата, либо не выплачены отпускные. В этом случае работодатель, соответственно, трудовым кодексом обязан выплатить работник компенсацию. Если раньше компенсация рассчитывалась 1,03 ставки рефинансирования от той суммы, которая не была выплачена, соответственно, на момент начисления данной компенсации, то теперь законодатель в 2 раза фактически увеличил эту компенсацию. Теперь 1,150 и отставки рефинансирования. Конечно, это не сумасшедшие деньги, которые, соответственно, но, тем не менее, это подстегнет работодателя, не нарушает срок выплаты заработной платы, в связи с тем, что ему придется выплачивать работнику дополнительную компенсацию. Соответственно, Андрей Владимирович, когда человек устраивается на работу тщательно изучать трудовой договор, и, соответственно, там все должно быть обязательно прописано. Не только трудовой договор, я бы сказал, трудовой договор это один момент, это коллективный трудовой договор, если он заключен на предприятии, то есть в нем четко прописаны все сроки выплаты заработной платы, все компенсации, то есть, опять же, компенсация за невыплаченную заработную плату по решению работодателя, по решению коллектива может быть увеличена, то есть не одна 150-е, нам одна 100-е или одна 50-е. То есть надо смотреть коллективный трудовой договор, и тогда, исходя из этого, уже решать возможности работы на данном предприятии. Андрей Владимирович, стоит еще отметить, то, что это касается абсолютно всех работодателей, не важно, частная это фирма, предприятие или завод, фабрика. Да, безусловно, трудовой кодекс у нас распространяется на неограниченный круг лиц, соответственно, неограниченный круг предприятий. То есть это любое предприятие, которое осуществляет предпринимательскую деятельность. Андрей Владимирович, мы традиционно опрашиваем наших жителей на улицах нашего города, сегодня мы сделали то же самое по этой теме, которую с вами обсуждаем, предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет. Ну, на месяц, на полтора. Ну, потом выплачивали все равно, приносили какие-то извинения, как-то объясняли, это мотивировали чем-то. Ну, не особо мотивировали. Ну, было такое дело. Ну, в принципе, за всю рабочую практику у вас еще только один раз это было? Да. А знаете то, что с 3 октября новые правила теперь увидели? Большие штрафы для работодателей? Не интересовались этим? Нет, не слышу. У меня нет задержки за зарплату, я сама себе выплачиваю. Вот, как хорошо. А вашим подчиненным вы вовремя плачете? Вовремя. Всегда, день в день. Никогда не задерживаю. Хорошо. А о новых правилах, соответственно, знаете с 3 октября? Да, вот это слышала. Вчера, кстати, только недавно узнала. Ну, вчера 4 октября. Об оплате наемных работников. Ну, на большие штрафы. Да, это вот я услышала. Ну, я думаю, что вы и платили, и выплачивать будете. Да, обязательно, конечно. Никаких нарушений с моей стороны не будет. Нет. Никогда ни у знакомых, ни у кого? А, у знакомых? Ну, у знакомых, возможно, и были. А так, в принципе. А знаете о том, что с 3 октября новые правила по зарплате ступили? Ну, я что-то слышал, а вот конкретно... Подробно не разбираешься? Подробно нет. Да, вот задержек не было. А насчет того, что новые правила пока еще не в курсе. Нам не то, что нам не отдавали. Я вот в сборном пункте работала. Ну, и работаю там, убираемся. И нам по 4 месяца не отдавали, а потом вообще не отдали. И мы ходили жаловаться везде. Ну, как вам сказать? Не оформлены так вот, как положено. Неофициально. Неофициально. А вот все равно писали они нам и свои права, вот славянка, и наши обязанности. И что налог, да, и через банк нам платили. А потом перестали, и потом вообще перестали. За даром работали. И сколько вы так проработали за даром? 4 месяца. Мы уже ни во что не верим. Мы ходили в прокуратуру, ходили, и говорю, на инспекцию по труду, и Единая Россия на Первомайской. Они говорили, поможем все, и ничего. Отдали им последнюю бумажку, свои документы, они нам не вернули, и ничего. Вот я вам хочу сказать, ну, кругом завязано, поэтому все злые. Было несколько лет назад, сейчас нет. Сейчас нет. А знаете то, что новые правила для работодателей? Да, да, знаю. Очень хорошие правила. Повлияют, считаете? Андрей Владимирович, как не попадаться на эту удочку? Ведь, ну, не секрет, что, ну, есть определенная прослойка населения, да, которая вот идет на работу. Работодатель договор не заключает. Люди получают деньги в так называемых серых конвертах. Как эту ситуацию вот обходить? Ну, прежде всего, как вы сами сказали, не попадаться на эту удочку и, соответственно, требовать от работодателя заключение трудового договора. Не идти по пути, когда зачастую работодатель предлагает постажироваться, там, неделю, две, месяц, иногда и два месяца. Да, мы посмотрим, если все будет подходить и так далее, мы заключим трудовой договор. То есть, безусловно, это уже первые признаки того, что работодатель не намеревается заключать трудовой договор, либо вообще выплачивать заработную плату. Сейчас у нас в области действует целая программа по легализации, соответственно, заработной платы, по выводу из тени и неформальной занятости. Мы видим о том, что достаточно хорошая работа проводится, если в том году у нас, по результатам этой работы было заключено более 20 тысяч трудовых договоров, на сегодняшний день это уже более 11 тысяч. В текущем году эта работа продолжается во всех муниципальных образованиях, идет и информационная работа в средствах массовой информации, даже в наших торговых сетях крупных она крутится. То есть, это действительно должно подтолкнуть человека требовать, прежде всего, заключения трудового договора. Это все мы неоднократно разъясняем, что если трудового договора нет, фактически доказать факт трудоустройства, факт осуществления какой-то трудовой деятельности на предприятии, организации, пусть это, как сказали, пункт сбора какой-то и так далее, фактически невозможно. И тут уже жалуюсь, хоть прокуратуру, хоть трудовую инспекцию, для них необходимо фактически документальное подтверждение того, что... Но если его нет, то, безусловно, и ни один суд здесь не обяжет работодателя выплатить эту зарплату. Поэтому здесь просто каждому для себя надо об этом задуматься, о последствиях. И в том числе, это второй момент, это пенсия, которая также начисляется, исходя из трудового стажа и тех отчислений, которые идут в пенсионный фонд. В этом случае человек просто их не отчисляет. Это не отчисляет. Андрей Владимирович, тем не менее, если заключен договор у человека, но зарплата... Я понимаю, что это больше вопрос к трудовой инспекции, да? Но если человек не получает зарплату, мотивировки могут быть какими угодно, если там месяц проходит. Вот когда человеку нужно уже задуматься о том, что его обманывают, не выплачивают, вот сразу через эти две недели? Или как-то вот все-таки верить, что через два месяца подождите, там бюджетные деньги не пришли еще как-то? Нет, безусловно, верить не надо. Хотя мы прекрасно понимаем, что не всегда предприятия обманывают. Все видим, какая ситуация зачастую складывается. И действительно сложная экономическая ситуация возникает на предприятиях. И не всегда значит, что если директор не выплачивает зарплату, он пытается каким-то образом укрыть свои доходы и так далее. Действительно, ситуация сложная, и контрагенты иногда не выплачивают по договорам. Но ждать не стоит. Соответственно, в любом случае необходимо обращаться в трудовую инспекцию. Соответственно, либо, если трудовая инспекция в данном случае не помогает обращаться в суд, по крайней мере, наличие исполнительного листа у человека на руках, это все означает то, что любые средства, которые поступают на счет предприятия, они будут дальше списываться в счет погашения задолженности по зарплате. Потому что, когда приходят люди и говорят, мы полгода ждем, нам обещают. Ну, естественно, соответственно, вы еще прождете там энный промежуток времени, потом организация, возможно, войдет в стадию банкротства, и, соответственно, получать зарплату вы уже будете в рамках реализации имущества, которого, как мы знаем, у юридических лиц с уставным капиталом в 10 тысяч рублей просто нет. Все имущества арендованные, а своего ничего нет. Поэтому исполнительный лист – это тот документ, который позволяет выплачивать зарплату при поступлении любых средств, которые начисляются на счет того или иного предприятия. Поэтому всем советуем не ждать, обращаться и в трудовую инспекцию, и обращаться к нам. Мы также курируем данные направления, соответственно, взаимодействуем и с прокуратурой, и, соответственно, трудовой инспекцией. Поэтому на все обращения мы реагируем и всех призываем. Если зарплату не выплатили, даже неделя-две, не надо ждать месяца, как кто-то говорит, или двух месяцев, трех месяцев, чтобы уже уголовная ответственность наступила. Соответственно, обращайтесь, мы будем разбираться по каждому вопросу. – Андрей Владимирович, тем не менее, у нас в городе, в Туле, существует такая организация «ТНИТИ». Ситуацию там прокомментируйте, пожалуйста. Насколько сейчас… – Да, безусловно, «ТНИТИ» – это у нас, наверное, самый крупный, даже не наверное, самый крупный должник в области по зарплате. На сегодняшний день задолженность составляет чуть более 50 миллионов рублей. Это предприятие, соответственно, оборонной промышленности, стратегическое предприятие, которое ранее эффективно осуществляло свою деятельность, но вот с изменением заказа и так далее, случилась вот такая ситуация. На сегодняшний день предприятие не брошено. Соответственно, правительство ископовое совместное корпорации «Растех», в которое входит в данное предприятие, была разработана дорожная карта. Соответственно, дорожная карта будет реализовываться с точки зрения и реализации части имущественного комплекса. И мы надеемся на то, что, несмотря на такую крупную задолженность, более 50 миллионов, в ближайшие пару месяцев данная задолженность будет аннулирована путем, соответственно, реализации имущества и перевода, соответственно, сотрудников на НПО «Базальт», который, соответственно, готов принять их и, соответственно, трудоустроить. Не все у нас, к сожалению, трудоустраиваются. Как вот обстоят дела с безработицей на сегодняшний день в Турской области? На сегодняшний день могу сказать, что ситуация достаточно позитивная. Если смотреть с началом года, где у нас уровень безработицы приближался к единице, к этому проценту от экономически активного населения, на сегодняшний день, вот только на вчерашний, мы в ежедневном режиме мониторим, он составляет 0,69. То есть, фактически на 0,3% снизилось. То есть, на сегодняшний день чуть более 5,5 тысяч у нас безработных. Это показатель, наверное, лучший за последние где-то 15-20 лет, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Казалось бы, должно быть, но тем не менее. Тем не менее, соответственно, люди в основном трудоустроенные. На сегодняшний день действуют и программы занятости, которые мы стараемся, и переобучать людей, которые, соответственно, приходят в центр занятости по тем профессиям. Мы прекрасно видим, что на рынке Тульской области существует достаточно существенный дисбаланс спроса и предложения. То есть, спроса – это в основном 70% – это рабочие профессии, предложения – это, наоборот, те специальности – это бухгалтера, экономисты, юристы в том числе, которые, соответственно, не относятся к рабочим профессиям, но также хотят найти работу на рынке Тульской области. Соответственно, мы предлагаем переобучиться, предлагаем открыть собственные дела. Здесь же программа специальная. Да. И в этом году… Вот насколько она работает? Программа работает. Мы видим о том, что и переобучение у нас, идут каждый день, соответственно, контракты на, соответственно, различные специальности. Это и бухгалтера, но, опять же, бухгалтера узкого профиля, соответственно, это программа 1С, что требуется. Зачастую это неквалифицированные, конечно, работы, но это и кладовщики, это котельщики, это те профессии, которые, безусловно, востребованы, но на которые необходимы определенные навыки. Это и водители транспортных средств. Центр занятости, соответственно, оказывает услуги по бесплатному переобучению. Кроме того, это оказание помощи в открытии собственного дела. И плюсом с этого года Тульская область вошла в программу дополнительных мер в сфере занятости. Правительственная комиссия одобрила нам эту программу. И сейчас ряд предприятий Тульской области, таких как Ефремовский, ЕЗСК, Белевский, Трансмаш, ряд других оборонных предприятий вошли в нее. Кто-то с точки зрения временной занятости. То есть мы для того, чтобы не допустить высвобождения работников, так как предприятие оказалось в сложной ситуации, выплачиваем им, соответственно, минимальную заработную плату для того, чтобы они осуществляли те или иные работы, которые необходимы на предприятии. По ряду предприятий мы, соответственно, осуществляем финансовую поддержку с точки зрения трудоустройства двух категорий. Первая – это выпускников. Вторая категория – это те лица, которые сокращены с иных предприятий в этом году. То есть государство фактически доплачивает порядка 12 тысяч рублей за данных работников, предприятие за то, что оно приняло к себе на работу. То есть мы видим, что эти меры все-таки действительно действенны, и они помогают стабилизировать ситуацию на рынке труда. Какое-то сокращение остановилось уже? Можно говорить о том, что стабильно предприятие работает, и больших каких-то сокращений не будет, не предвидится? Ну, сказать, что совсем стабильно работают, наверное, это было бы неправильно, это было бы лукавством. Но в то же время мы видим о том, что та тенденция, которая была к росту неполной занятости, если в прошлом году у нас там было порядка полутора тысяч, и нам говорили в Министерстве штата Российской Федерации, что ваши показатели совсем низкие, и вы не можете претендовать на какие-то дополнительные, то сейчас это почти 3 с небольшим тысяч человек. Но в то же время тот рост, который был, он остановился на определенном уровне, и мы видим, что те предприятия, которые дают основное, это опять же Белевский, Трансмаш, ЕДСК, Тешпром, Арматура, они в принципе стабилизировались, и с определенной, скажем так, периодичностью обозначают нам, что готовы уже выйти из неполной занятости, готовы, соответственно, выводить работников на полный рабочий день. Конечно, не у всех это пока сразу получается, но тем не менее вот этого массового роста неполной занятости у нас нет. Что касается сокращений, то да, есть определенные предприятия, это и Суворовский, соответственно, ГРЭС, который будоражит ситуацию в Суворове, который планирует определенное сокращение работников, но это скорее коммерческая деятельность, и тут мы особо повлиять не можем, но в то же время от правительства стараемся взаимодействовать и с Министерством энергетики России, для того, чтобы не допускать таких вот всплесков на рынке труда. Андрей Владимирович, сегодня опять же, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации развеяло утверждение некоторых СМИ о том, что индексации неработающих пенсионеров не будет. Будет индексация, и она предвидится в 2017 году. Все будет проходить гладко, ровно, никаких не ждет остановок в этом. Нет, мы надеемся, что никаких сбоев в этом плане не будет. Будет проходить так, как обозначено. Конечно, бюджет еще на 2017 год не принят. Можно будет четко и с уверенностью говорить тогда, когда будет принят закон о бюджете на 2017 год Российской Федерации, где четко прописаны все индексации и все выплаты. Но пока каких-то, скажем так, негативных моментов мы не видим. Хорошо, сейчас мы прервемся на небольшую короткую рекламу. Скоро вернемся, не переключайтесь. В эфире на Первом Тульском программе «Особое мнение». У нас в гостях министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. Андрей Владимирович, большой тоже и важный вопрос – это материнский капитал. Индексации в 2017 году не будет. Каков размер сейчас и что такое единовременные выплаты, которые поступают на счета мамчика? Материнский капитал, безусловно, как обозначили, скорее всего, индексироваться не будет. На сегодняшний день он составляет порядка 450 тысяч рублей. Но не надо принимать материнский капитал как определенную выплату на счет. Материнский капитал, он потому и называется капиталом, что может расходоваться только на определенные цели, четко установленные законом. Основная задача материнского капитала – это улучшение жилищных условий. Мы сейчас видим, что достаточно большое количество строительных компаний даже в своей рекламе объявляют о том, что можно заплатить такую сумму и, добавив материнский капитал, приобрести жилье. Это основная цель, которая действительно помогает воспользоваться и улучшить жилищные условия. В то же время материнский капитал присматривает ряд, соответственно, иных направлений. Это приобретение, соответственно, транспортных средств. Это определенные небольшие выплаты, порядка 20-40 тысяч рублей на ремонтные работы, соответственно, неотложные нужды в квартире. Разрешили на отпуск тратить? Да. Ну, соответственно, это опять же не значит, что можно снять 450 тысяч рублей и слетать там, не знаю, куда-то далеко. На Рамске мира. Да. Я думаю, подальше можно на эти деньги слетать. В то же время и в Тульской области принят материнский капитал, который пусть в меньших размерах, это чуть более 50 тысяч рублей, но также может использоваться и на улучшение жилищных условий, и в то же время на более широкий круг. Это улучшение, скажем так, жилищных условий в рамках инфраструктуры, допустим, проведения газа, соответственно, отопления и так далее. То есть, это те моменты, которые действительно востребованы в повседневной жизни, мы видим, что эта норма действительно пользуется большой популярностью. В связи с чем не будет индексация, на ваш взгляд? Я думаю, в связи с тем, что средства бюджета пока не позволяют провести такую индексацию. Как только, соответственно, ситуация несколько стабилизируется, я думаю, все эти возможности будут использованы. Владимир Владимирович, дорожные карты, доступная среда, вот какая программа на стуле работает, какие изменения за год уже произошли, потому что, ну, изменения есть, мы видим, но вот чаще всего это видно на дорогах, на тротуарах, да, что делается. Что в программе еще, какие-то адресные помощи, вот расскажите, пожалуйста. Что касается доступной среды, безусловно, эта программа важна, и она, к нашей радости, была продлена на уровне федерации до 2020 года, соответственно, теперь действует новая программа, 2016 по 2020 год. Соответственно, Тульская область является участником этой программы, получается финансирование, в том числе, из федерального бюджета. Сейчас мы получили порядка 35 миллионов рублей на развитие инфраструктуры по доступной среде. Да, вы сказали, видно с точки зрения дорог и так далее, но это, наверное, то, что бросается, прежде всего, в глаза. Недочеты тоже быстрее всего бросаются. Да, но в то же время наша задача, наверное, все-таки основная, это обеспечить условия доступной среды на приоритетных объектах социальной инфраструктуры. Это больницы, это школы, это, соответственно, те же учреждения социальной защиты, центры занятости. То есть, те учреждения, в которых наибольший поток граждан, но при этом мы прекрасно понимаем, что туда идут как раз те граждане, которые зачастую имеют определенные, соответственно, ограничения в состоянии здоровья. Поэтому на сегодняшний день правительством разработан приоритетный перечень, туда вошло чуть более 100 объектов. Каждый год мы намереваемся этот перечень расширять. И, соответственно, правительство средств увеличивается постоянно. Если в процентном соотношении, как вы считаете, сколько еще нам надо дойти до туда, когда у нас будет инфраструктура вся благоустроена, скажем так, для этой категории граждан? Ну, я думаю, что, к сожалению, это, конечно, ни одного года. Прекрасного предела нет. Прекрасного предела нет. По той причине, что закон 419 о защите инвалидов, он говорит о том, что должны быть оборудованы все объекты социальной инфраструктуры. Это не значит, что это только больницы и школы. Это любая аптека, любая, соответственно, прачечная и так далее. Магазин. Все должно быть обеспечено этой инфраструктурой. В то же время мы прекрасно понимаем, что ряд объектов, и закон об этом говорит, не может быть адаптирован. Ну, это старые постройки, соответственно, это магазины в жилых домах. Ну, пандус, если его вынести на проспект Ленин, он дойдет там под углом наклона, положенным до середины проспекта. Ну, наверное, это... Наши подъезды, наши лифты. Да, и лестничные марши, в которых даже не то, что пандус, там и подъемник не всегда можно поставить для того, чтобы обеспечить. Поэтому мы стараемся сейчас все-таки, помимо того, что идет адаптация, второе направление – это взаимодействие с обществами инвалидов, для того, чтобы выстроить, скажем так, маршрутизацию инвалида, для того, чтобы он понимал, куда ему идти, в какую аптеку обратиться, хотя это не снимает обязанность со всех аптек обеспечить доступную среду. И момент, связанный с, безусловно, с жильем инвалидов. Будем стараться принимать программы, на следующий год уже запланировано, постепенно, понятно, что это большие деньги, по возможности хотя бы по несколько человек в год, переселение инвалидов, там, допустим, с верхних этажей на первый этаж, где возможно, либо непосредственно из квартиры оборудовать доступную среду, чтобы человек на коляске мог выйти хотя бы на улицу и подышать свежим воздухом, а не был замкнут в четырех стенах. Поэтому эти меры принимаются, и надеемся, что в ближайшие годы мы все-таки увидим существенные изменения, хотя это и достаточно существенный ресурс финансовый. Спасибо большое, Андрей Владимирович, что нашли время прийти к нам и поговорить. Обязательно будем вас к нам звать в гости еще. Я хочу сказать, что это была программа «Особое мнение» на телеканале «Первый Тульский». Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова